Что у вас? С хорошими бесплатными тарифами, в которых можно работать. Сначала несколько слов о том, что такое медиапубликация, особенно для тех, кто впервые столкнулся с этим понятием и раньше не создавал подобных публикаций. Вкратце расскажу. По-другому такие медиапубликации называются цифровыми историями. Есть такое понятие storytelling, может быть вы о нем слышали. Искусство рассказывания историй. И смысл, общая идея этого искусства, лучший способ сделать что-либо, передать информацию, знания, это рассказать историю. И таких storytellers, людей, которые рассказывают историю, достаточно много. Сейчас многие мероприятия проходят с участием таких людей, которые рассказывают что-то интересное. Передают информацию, но не в стандартном виде, как доклад или сообщение. А рассказывая интересную историю, заинтересовывая зрителей и слушателей, они таким образом передают знания. И здесь самое главное в такой цифровой истории выбор какого-то интересного персонажа, о котором можно рассказать. Какой-то сюжет у этой истории. Самое главное, такие истории вызывают какие-то эмоции, удивление, восхищение, радость, желание что-то узнать новое и так далее. Со временем появилось особое направление у storytelling, называется он storytelling цифровой или digital storytelling. Там все то же самое, только вместо рассказчика выступают сервисы веб 2.0, которые тоже позволяют рассказывать какую-то интересную историю со своим сюжетом и насыщать ее разным контентом. То есть это не только тексты и картинки, это могут быть видео, аудио, интересные и необычные анимации, разные интересные спецэффекты, которые дают нам состояние погружения в историю. Наверняка вы с такими историями сталкивались и видели, и слышали о них. Есть целый портал, который называется Arzamas, наверняка вы о нем знаете, который как раз специализируется на создании разных цифровых историй, так называемых курсов. Там можно найти различные блоки с информацией по истории, литературе, культурологии, философии, по гуманитарным специальностям. Я несколько ссылок в чат отправлю. Вот пример таких цифровых историй, которые создают создатели как раз этого портала, авторы этого портала. Сразу можно обратить внимание на то, что там и аудио, и видео, и видеолекции, и просто какая-то текстовая информация, огромное количество гиперссылок, подкасты, справочная информация и многое-многое другое. Такая многослойная интересная история позволяет лучше, допустим, познакомиться с творчеством того или иного автора. В принципе, такие цифровые истории можно создавать, и даже используя бесплатные инструменты, можно создать что-то интересное и необычное. Еще одну интересную историю покажу, ну, чуть попозже. Ладно, сейчас пока не буду в чат, чуть попозже, когда слово придется. Такие цифровые истории получили в свое время название «Лон Крид». Название это пришло из журналистики. Когда-то в 2000, боюсь ошибиться, в 2012 году журналисты «Нью-Йорк Тайм» опубликовали очень необычную в сети интернет статью. Причем это была не статья даже, а такая действительно мультимедийная публикация. Называлась она «Сноуфол». Снегопад, лавина. Рассказывала она о горнолыжниках, которые оказались под снегом в результате схода лавины в горах США. Ссылочку на эту статью я вам сейчас в чат отправила. Она до сих пор существует в сети интернет, до сих пор с ней можно познакомиться. Неожиданно для самих журналистов эта статья набрала огромное количество просмотров. Около трех миллионов посещений просмотров было. Одновременно статью могли читать почти 22 тысячи человек. То есть огромное количество, что же вызвало такой интерес. Оказывается, в этой статье не только хороший текст был качественный, но еще и дополнительные материалы помогали в эту историю погрузиться. Там были фотографии, видео, комментарии очевидцев и участников событий, 3D-модель Гор, в которых оказались участники. Там еще был звуковой, за кадром шел звук, завывание ветра, снежная пурга. Сейчас уже, по-моему, звука этого нет, его сняли. Так или иначе, когда открывали люди сайт, начитали статью, они вообще полностью погружались во всю эту атмосферу. И вот это вот название Snowfall, название статьи стало нарицательным. Snowfall стали называть интересные, захватывающие истории с разным медиаконтентом. Правда, название это просуществовало недолго, потом на смену пришло имя Long Read, длинное чтение. То есть, когда мы рассказываем историю с подробностями, со всякими интересными сюжетными поворотами, включаем туда и аудио, видео и подобные вещи, помогающие погружаться в атмосферу. Еще одну ссылку в чат отправила. Это публикацию тоже журналисты создали. Называется «День, когда началась война». Это уже наши журналисты, отечественные. Long Read издательств «Коммерсант». Они вообще специализировались на создании Long Read. У них целая серия публикаций, связанных с Великой Отечественной войной. Вот в частности, одна из первых публикаций по этой теме. В чат я вам ее отправила. Здесь тоже максимально задан эффект присутствия. Тут и аудио, и видео, и фото, и воспоминания очевидцев, и очень необычные анимационные эффекты, фотографии в хорошем качестве на весь экран. В общем, это создает такую особую атмосферу. От чтения такой статьи оторваться достаточно трудно. И как раз возникает вопрос, почему в условиях клипового мышления, когда мы не привыкли читать огромный массив информации сразу, и в основном используем просмотровые чтения, почему оказывается лонгриды так привлекательны, почему их до сих пор читают, почему они создаются. Во-первых, потому что это красивое чтение. Здесь не только текст хороший, увлекательный, но еще большие фотографии, необычные видеоролики. Эффект погружения создают авторы разными способами. В основном это аудио и анимации. Но иногда вставляют карты, ленты времени, разные 3D-модели, если это оправдано содержание. Как правило, для лонгридов выбирают каких-то необычных героев, необычные детали, необычные сюжеты. Лыжники оказались под лавиной. Люди вспоминают о начале войны, причем совершенно разные люди разных возрастов. Это тоже вызывает интерес к таким историям. Ну и, наконец, вот это чередование форматов дает читателю свободу действий. То есть он не обязательно должен читать все от А до Я. Он может прыгать, что называется. То есть прочитать текст, посмотреть только картинки, послушать видеоролик и так далее. Можно ее вообще отложить и вернуться к ней через какое-то время. В общем, все это дает хорошее преимущество для создания лонгридов. И я сегодня вам постараюсь рассказать о сервисах, которые такие вещи создают. Понятно, вот то, что я вам дала, коммерсанты. Это уже ручная, что называется, верстка. Здесь уже дизайнеры хорошо поработали. Однако есть бесплатные инструменты, которые позволяют, ну, если не один в один такое создать, ну, что-то подобное. Начнем мы, как всегда, с более простого и закончим более сложным. Первый сервис, о котором я хотела сказать, называется он СМО. Это сервис для создания мультимедийных флайеров. Флайеры – небольшие электронные публикации, такие как плакаты, открытки, которые позволяют, в этот сервис позволяют создавать три таких бесплатных публикации. И внутрь такой публикации можно добавить фотографии, аудио, видео, опросы и гиперссылки. Хороший вариант для начальной работы. Если вам пока трудновато хвататься за большие форматы, можно начать с вот такого варианта. Хорошо подойдет для небольшого рассказа о писателе, допустим, о поэте, о какая-то такая рекламная страничка, книги, например. Ну, давайте смотреть, как это выглядит. Как правило, все такие сервисы, они строятся по принципу кубиков. То есть нам дается набор каких-то элементов, блоков, из которых мы как из кубиков в башню, так и мы из этих блоков начинаем выстраивать свою историю, в любом порядке их располагая. Заходим, как всегда регистрируемся, а дальше нам выпадает список этих самых кубиков. Я слева направо, сверху вниз, озвучу, что здесь что. Ну, собственно говоря, тут даже по картинкам, в принципе, все понятно. Текст добавляется внутрь, картинка, picture, event. Иногда эти публикации используют для рекламы какого-то мероприятия, ну, действительно, как рекламную афишу. Тогда в разделе «Ивент» вы можете прописать дату и время начала события. Например, выставку какого-то художника, а дальше несколько слов об этом художнике, какие-то иллюстрации его произведений, репродукции его произведений и так далее. Аудио файлы. Дальше можно прикрепить ссылку. Прикрепить небольшой опросник внизу. Например, опять-таки, вы даете информацию о каком-то авторе, а в конце можете прикрепить форму для опроса. Как читатели относятся к этому автору, к его произведениям. Ну, и собрать такую небольшую статистику по мнению ваших читателей. Дальше. Тайтл – это заголовок галереи. Это несколько фотографий, которые красиво расставлены. Фотогалерея. Внутри фотогалереи все фотографии кликабельны. То есть мы щелкаем, они открываются в полном размере. Био – это биография. Опять-таки, если рассказываете о каком-то авторе, можно использовать этот кубик био, и там краткую биографию, даты жизни вставить. Видеоролик с YouTube можно добавить. Интерактивную кнопку. Ну, например, кнопка, которая ведет на сайт вашей библиотеки. Ну, и последняя про опцию. Прикреплять файлы, к сожалению, нельзя. Это уж платная опция. Но, как видите, бесплатных кнопок здесь достаточно много. И очень быстро из таких кубиков можно собрать свой маленький лонгрид. Его можно, конечно, ссылочкой получить, и можно встроить на страницу сайта и блога. Собственно, все сервисы, о которых я буду говорить, именно так и работают. Если у нас много фотографий, и если мы хотим что-то такое на основе фотографий создать, то можно попробовать сервис MyAlbum. То есть название понятно – «Мой альбом». Это такие лонгриды, сделанные по принципу альбома. Подключение к сервису бесплатное. Три публикации. У меня вот на каждом слайдике, если вы заметите, есть в левом верхнем углу информация о бесплатных тарифах. В СМО здесь можно бесплатно зарегистрироваться и три таких публикации создать. Да, и забыла сказать, в СМО редактирование не бесконечное. То есть редактировать можно в течение первого месяца, после того, как вы опубликовали какую-то, сделали какую-то публикацию. Потом уже редактирование будет недоступно. Вы либо удаляете и создаете заново, либо создаете новую. Ну, давайте к «Мой альбому» вернемся. Какие здесь бесплатные возможности? Бесплатно можно создать пять фотоисторий. Он, в принципе, не очень сложный, хотя и на английском языке. Я написала подробную инструкцию, если интересно. В такую цифровую историю можно добавить тексты, фотографии, карты. Правда, карты очень необычные. Сейчас покажу, какие. Загрузить с компьютера небольшой видеоролик. Ну, и добавить, естественно, какую-то справочную, текстовую информацию. Как правило, этот ресурс используют для создания географических историй. То есть к привязке к какой-то местности. Но это не обязательно. Я вам две ссылочки отправила. Первая как раз с привязкой. Снежная деревня – это наша северная достопримечательность. Ну, и вторая – рассказ о писателе. И все это сделано с помощью одного и того же сервиса. Давайте смотреть, как это выглядит. Здесь вот именно тот же самый принцип кубиков. То есть вот блоками тут все обозначено. То есть две фотографии, между ними карта. Внизу текстовый блок, еще одна карта, допустим. Это все собирается. С левой стороны список кубиков, из которых можно это собрать. Ну, во-первых, фотографии и видео. Здесь по ссылке ничего не добавляется. Здесь все загружается с компьютера. Можно видеоролик добавить, но не очень длинный. Иначе может возникнуть проблема с зависанием. Там несколько минуток буквально такой видеоролик. Дальше, естественно, текстовый блок можно добавить. А дальше пошли специфические блоки, если вы, например, рассказываете о каких-то географических объектах. Такой больше туристический блок, но все равно вдруг пригодится. Погода. То есть рассказать о каком-то месте, о том, какая там погода. Кстати, внутри сервиса хранится информация о разных температурах в этой местности. Вы можете ввести любую дату, и вам выдаст для этой местности, какая там была погода в этот день и в это время. По тексту ограничений нет. Вообще количество блоков здесь никак не ограничено. Вы можете создать их сколько угодно. Но, как правило, здесь текстовые блоки не очень большие. В основном здесь упор делается на фотографии. Дальше. Карта. Ну, карты здесь вот такие вот, больше похожи на инфографику. Вот вверху такая голубенькая, и внизу черненькая. Вот как раз два варианта таких карт. Вы просто выбираете населенный пункт, и вам его обозначают на карте местности. А дальше вы выбираете цветной или черно-белую. Очень простая карта. Дальше. Дата, время. Если вы, например, рассказываете о каком-то событии, то можно обозначить его дату и время. Дальше. Большое количество иконок. Иконки можно использовать и просто сами по себе, и для обозначения чего-либо. Здесь небольшой набор таких иконок есть. Это как такой побочный вспомогательный инструмент. Ну и, наконец, скорость и высота. Это тоже для географических объектов. Скорость – это расстояние до какого-то объекта, сколько до него добираться в километрах. А хейт, высота – это высота над уровнем моря. Ну, например, вы только про какую-то гору пишете, и здесь тоже можно это прописать. Ну, это все вспомогательные элементы. Основные, как мы видим, здесь фото, видео, тексты, может быть, карта. Есть еще так называемая информация для туристов, она у меня внизу. Это сразу два блока вместе – текст и карта. Вот про Санкт-Петербург – это вот как раз пример такой туристической информации. Так что можно использовать для разных задач, хотя и адаптировано больше на тему географии, но использовать можно для любых экспериментов. Очень красиво все получается. Фотографии, опять-таки, кликабельные. Их можно щелкать и открывать. Давайте смотреть дальше. Похожий на него сервис «Экспо-шоа». Он посерьезнее будет. Там нет особой анимации, есть, но она минимальная. И здесь тоже упор идет на фотографии. Это вообще такой сервис, на котором собралось очень много разных дизайнеров и фотографов. Вы можете даже в поиске посмотреть разные фотоистории. В основном, конечно, там на английском языке, но там даже не сам текст, сколько на фотографии завораживает. По поводу бесплатного тарифа здесь. Здесь тоже бесплатно можно создать ограниченное число историй, три фотоистории. Тоже необходимо зарегистрироваться. Достаточно много можно добавить. Возможности здесь будет побольше. Тексты фотографии, само собой. Можно организовать группу фотографий или фотогалерею. Добавить киперссылки, карты, видеоролики с YouTube, аудио. Ну и даже подтянуть контент из соцсетей. Здесь немножко больше. Правда, здесь текст не редактируется особенно. Здесь нет, как и в My Album, кстати, тоже. Просто минимально выбираете шрифт какой-то, и в принципе в этом и все, пожалуй. Только внутрь гиперссылку еще можно вставить. Здесь упор идет на фотографии. То есть если у вас есть хорошие снимки, хорошего высокого разрешения, то вот как раз рекомендуется для работы использовать его. Очень хорошо представляет фото. Ну давайте смотреть. Опять-таки здесь есть кубики. Вот я зашла, посмотрела. Тут четыре вида формата есть. Фотографии, фотогрупп. Есть одиночная фотография с правой стороны. Есть целая группа фотоснимков, фотогалерея с левой стороны. Дальше текстовый блок, само собой. Текст, как вы видите, здесь очень простенький. Заголовок, какой-то текст набираете, ну и внутрь можно добавить гиперссылки. Текст особенно не редактируется. Тут все будет обычный, два вида шрифта для заголовков и для обычного текста. И все. Внутри особенно не порезвишься. Ну и наконец, самый последний кубик. Здесь у нас разные значки обозначены. Это значит, что мы можем добавить информацию из Facebook, из Twitter, из Instagram, видео с YouTube по ссылке. И еще вот эти вот косые скобочки обозначают, что можно добавить аудио. Ну не со всех сайтов, а с сайта SoundCloud. Оно должно быть там опубликовано. Полный список всех сайтов, которые поддерживаются для ставки, можно получить на самом сервисе. Нажать соответствующую ссылку, вам откроется весь список, который поддерживается. Ну в общем, вот всех этих инструментов слегка и хватает, чтобы красиво все оформить. Фотографии можно делать крупнее, мельче, менять их местами, красиво их располагать в несколько колонок, менять местами и многое-многое другое. Вот такой вот интересный фотосервис. Еще один интересный инструмент, ну в общем-то они все каждый по-своему интересны, это у нас сервис SUTORI. Сервис больше для образовательных целей, он хороший, создает лонгриды, но, конечно, изначально его создавали немножко не под эти цели. Он себя позиционирует как сервис для создания ленты времени. То есть вот такая лента времени вертикальная, мы видим на ней такие голубенькие отсечки, точечки. Это события. По сути, здесь можно по хронологии расставить список каких-то событий. Ну вот, например, про Александра Блока и про Льва Толстого я вам дала две ссылки. Здесь как раз принцип по хронологии расставлены события. Но это не обязательно. Вот про Белого Медведя, например, у меня совершенно не по хронологии, а просто такая двухколоночная, двухколоночный вариант. С одной и с другой стороны разного рода информация собрана. Если посмотреть, что здесь есть, здесь можно добавить тексты, фотографии, аудио, видео, опросы, ссылки, даже можно добавить форум для пользователей, которые зарегистрируются, и встраиваемые объекты. Единственное ограничение здесь касается времени пользования сервисом. К сожалению, он монетизировался и постоянно ужимает тариф. Это не очень хорошо, конечно же. Раньше он давал 30 дней на полное использование всего функционала. Сейчас они сократили время, сейчас осталось 14 дней, две недели для того, чтобы воспользоваться всем вот этим богатством. Как только время истекает, мы получаем доступ только к текстам и к фотографиям. К сожалению, все остальное вставить уже не получится. Поэтому тоже такой условно-бесплатный инструмент, но вдруг захочется поэкспериментировать, попробовать, он действительно очень-очень несложный. Вот кубики, из которых составляется лонгрид. Тексты, картинки, видео, аудио, форум. Форум – это как чат для обсуждения. Для того, чтобы там что-то написать, участники должны будут зарегистрироваться. Дальше, эмбет – страиваемые объекты. Это новенькое, необычненькое. Сюда можно встроить разные объекты, созданные в других сервисах. Например, презентацию, игру какую-то и так далее. Сам сервис тоже дает возможность игр добавления. Multiple Choice – это игра викторина с выбором одного ответа из нескольких. И Matching Quiz – это игра найди пару. Я попробовала все эти варианты в «Белом медведе». Можете посмотреть, как это выглядит на самом деле. Есть блок «Did you know?» Знаете ли вы? Это такой блок с интересной информацией. Ну и, наконец, Heading – это заголовок. Инструменты очень простые, текстовые. И викторинные конструкторы друг на друга, в принципе, похожи. Добавляем текст, немножко форматируем, сохраняем. И она добавлена, заметка. Викторина – то же самое. Добавляем вопрос, вариант ответов, отмечаем правильный и сохраняем. Она тут же отмечается у нас в самой публикации. Просто несложно. Еще здесь есть возможность совместного использования. Кнопка есть такая «Collaborate». Вы можете пригласить других пользователей для работы. Эта опция не исчезает. Через 14 дней она продолжает работать. И даже если уже демо-версия закончилась. Таким образом работает сервис. Хороший, жалко, что немножко с ограничениями. Готовую работу можно встроить на страницу сайта и блога. Еще один сервис. Даже, я бы сказала, не сервис, а платформа. Есть такое понятие «микроблогинг». Наверняка слышали про Яндекс.Зен. Это платформа для создания таких маленьких блогов, где вы пишете свои публикации, создаете, и они публикуются в сети, и вы получаете к ним доступ. Есть такая платформа «Медиум». Это тоже, по сути, микроблогинг, тоже платформа для создания разного интерактивного контента. Но по сравнению с Яндекс.Зеном, например, у нее возможностей побольше. Здесь вы можете создать, просто зарегистрировавшись, любые величины лонг-рид. Добавить туда текст, фото, видео, ссылки, даже встраиваемые объекты по коду. И после этого вы можете и не возвращаться потом к этой платформе. Но если вы вернетесь опять, вы можете создать новую публикацию, и они все у вас уже объединятся в такой маленький блог. То есть это, по сути, с одной стороны и сервис для создания лонг-ридов, а с другой стороны это и платформа для блога. Вдруг вам понравится, и вы станете блогером, и можете здесь работать. Почему я, допустим, «Медиум» выбрала, а не «Яндекс.Зен», потому что «Медиум» возможностей побольше. «Яндекс.Зен» дает возможность только добавлять видео, фото и тексты. А здесь еще встраиваемые объекты есть. Давайте смотреть. Хотя сервис и на английском, но он такой минимально понятный, что в нем даже чем-то на «Яндекс.Зен», кстати, похоже. Это от создателей платформы «Твиттер». Если вы в «Твиттере» зарегистрированы, то вы автоматически можете сюда зайти по этому аккаунту. Давайте смотреть. Получаем белую простыню текста, будущего текста нашего лонг-ридов. Вводим заголовок, нажимаем на значок «плюсик», и выпадает у нас список того, что можно сюда добавить. Четыре варианта. Фото, видео, объекты по коду и новый раздел. Видео загружается с YouTube, фотографии с компьютера, тексты мы пишем сами, и внутрь текста можно добавить гиперссылки. Минимальный набор, но все, что необходимо, все оно здесь присутствует. Фотографии мы можем сделать маленькими, а можем развернуть на весь экран, широкоформатные. Для обложки выбираем такую большую красивую фотографию. У меня там про «Северное сияние» ссылочка. Вот как раз ее развернула я на весь экран, чтобы было красивее. Далее все это сохраняется. Публикуем паблиш и даем читателям возможность познакомиться. Читатели, в свою очередь, могут оставлять комментарии. Вы можете выделить любой фрагмент публикации, как читатель, щелкнуть по нему, откроется окошко для комментирования, и вы можете прокомментировать. Допустим, вам какой-то абзац вызвал вопрос, и вы можете задать вопрос автору. Либо свой комментарий вставить, допустим, какое-то видео, вы посмотрели в этом лонг-риде, и там хотите выразить свое мнение, щелкаем по видео, добавляем свой комментарий. Таким образом это работает. Просто, быстро, абсолютно бесплатно. Вот здесь никаких ограничений нет, можно неограниченное количество публикаций создать. Еще интересный сервис StoryForm. Не знала, брать его или не брать, потому что здесь выходной продукт будет похож на презентацию. Вроде, с одной стороны, это презентация, а с другой стороны, они позиционируют себя как сервис для создания лонг-ридов, цифровых историй. Поэтому так и назвали StoryForm. Поэтому я все-таки решила взять этот сервис. Тем более, у него хороший бесплатный план. Одну историю в месяц можно создавать. Но я думаю, нам чаще, может быть, и не надо. А вот бесконечное число историй можно создавать. По одной в месяц. 12 штук в год вполне нормальный вариант. В принципе, как вы видите, то есть очень похоже на предыдущий сервис, на Medium. Тоже получаем белый какой-то лист. На нем у нас заголовок, авторство, и дальше можно печатать свою историю. А с левой стороны списочек, что можно внутрь добавить. Фото, видео, встраиваем объекты, раздел. Один в один, как это было в Medium. Только выходной продукт у нас будет в виде слайдов, которые перелистываем как презентацию. Внутри все картинки кликабельные, их можно щелкать. Более того, сервис еще и дополнительно, как они это называют, умный сервис, искусственный интеллект. Громко сказано, но тем не менее. Мы набираем какой-то текст. Ну вот я, допустим, первый слайд начала оформлять, загрузила картинку, написала текст. А дальше сервис с правой стороны мне представляет разные вариации оформления. То есть он за меня уже подумал и предложил мне разные функции. Можно на весь экран, можно на белом поле, можно сбоку картинку справа, слева. Там около 10 разных вариаций. Выбираем тот, который нам понравился, щелкаем, красиво смотрится, идем дальше. И так по каждому слайду. Он нам предлагает разные варианты оформления, а мы с ним соглашаемся, выбираем то, что нам нравится. Единственный минус, который я здесь заметила, он не очень дружелюбен кириллице. Иногда текст не очень красиво выравнивается. Часть текста может уехать, или пустое поле остаться. Есть такая штука. Придется иногда где-то вручную немножко пробельчиков побольше поставить, чтобы красиво это все сформатировалось. Но в общем оставляет очень приятное впечатление. Этот сервис можно в нем попробовать. Такую презентацию можно в сайте, у себя представить в блоге. Да и просто ссылкой поделиться. Тоже красиво и необычно получается. Идем дальше. Сервис, о котором я узнала, вернее знала я о нем давно, освоила недавно, мне он понравился. Этот сервис называется ArcGIS StoryMap. Есть такая компания, которая занимается созданием картографических ресурсов, с картами имеет дело ArcGIS. У них есть несколько инструментов, в том числе бесплатные, с хорошим бесплатным планом. Вот ArcGIS StoryMap один из таких инструментов. У него есть бесплатный тарифный план для некоммерческого индивидуального использования. То, что нам надо. Внутрь такой цифровой истории можем добавить тексты, фотографии, видео, сделать из фотографий слайд-шоу, добавить внутрь текста ссылки и даже карты. Потому что сервис картографический, они как раз опираются на карты. Большой плюс – сервис на русском языке. Поэтому в нем работать достаточно просто. Главное сначала разобраться с тарифом и зарегистрироваться. Нечаянно не выбрать платный тариф. Было много вопросов по этому сервису. Там есть платный и бесплатный. Я обучалку написала, подробно рассказываю. После того, как мы зарегистрировались, у нас тоже получается белый лист бумаги, на который мы будем с помощью значка «плюс» добавлять разный контент. Я сделала несколько скриншотов. Например, текст выбрала. Здесь с текстом возможности побольше, чем в предыдущих сервисах. Здесь можно три варианта, даже четыре варианта размерного ряда. Курс – это самый большой заголовок. Дальше под заголовок – параграф и большой параграф. Еще три вариации этого текста. Внутрь текста, как мы видим, можем вставить гиперссылку. Это значок с цепочкой. Там еще рядышком есть значок с палитрой. То есть его можно перекрасить в другой цвет и сделать не черным, а другого. В маркированные списки можно вставить разные и нумерованные. И квота – это цитата. Не очень корректно на русский перевели, но смысл в этом. Дальше. Как добавляется здесь карта? Значок «плюс», выбираем «карты». Карта создается прямо в самом сервисе. Ничего нигде делать не нужно. Открывается какой-то фрагмент карты. Мы вписываем в поисковую строку название местности. Можно вплоть до адреса. Как вы видите, я вписала, допустим, проспект Лильна 90 в городе Мурманске. И мне тут же метку выставили на карту. Я ее добавила. А к этой метке уже могу прикрепить и картинку, и небольшое текстовое описание. Таким образом, здесь можно прямо внутри этой истории создать интерактивную карту. И она тут же появится у вас в истории. Дальше. Интересные фотографии. Фотографию можно просто разместить на экране. Если она хорошего качества, сервис вам предложит ее растянуть на весь экран, например. Если не очень хорошего, то просто по центру или сбоку, или слева-справа ее разместить. А еще из двух фотографий можно здесь создать так называемый слайдер. Наверняка вы с этим сталкивались. Здесь две фотографии грузятся, что было и что стало. Например, одна фотография сделана раньше, вторая позже. А вот эти вот стрелочки, которые в центре, они перемещают шторку налево, направо. Можно посмотреть, как было раньше и как стало сейчас. Кроме картинок, здесь можно даже карты добавить. Две карты. Если что-то изменилось на карте, можно даже так прикрепить их. Интересный вариант. Ну и самое интересненькое, что мне здесь понравилось. Здесь, конечно, больше возможностей, я только на самом любопытном остановилась. Это слайд-шоу. Здесь есть обычное слайд-шоу. Есть слайд-шоу, которое само себя проигрывает. Такой, как маленький видеоролик, только без звука. А есть слайд-шоу с картой. У меня как раз вот в примерчике, который я вам дала, как раз такой вариант в самом начале. С левой стороны будет карта, там будут отмечаться точки, а с правой стороны картинка этого места. Ну, а рядышком будет название и небольшое текстовое описание, что есть что. Очень интересное и необычное. Сначала мы создаем карту, потом прикрепляем к ней картинки, и получается такое интересное слайд-шоу необычное. Ни в одном сервисе больше такого не видела. Можно сделать все наоборот. Можно карту сделать побольше, а картинку поменьше. Второй вариант. Но мне показалось, он не такой интересный. С фотографиями все-таки как-то смотрится интереснее. Вот этот сервис. Там ссылку, но вы знаете, тут такая история с этой ссылкой произошла. Я ее за 5 минут до начала вебинара попыталась открыть. Вчера отлично открывалась. И она не открылась у меня. Написано, что сервис не может установить соединение. Я надеюсь, что с этим сервисом ничего страшного не случилось. Он продолжит работать. Не знаю, откроется она у вас или нет. У меня вот 5 минут назад ничего не открывалось. Сервис называется AtopSpark. Я о нем как-то уже рассказывала на одном из вебинаров, когда рассказывала про инфографику. Это сервис для создания разного визуального контента. Инфографики, постеров, плакатов. В том числе и лонгриты он делает. Здесь, в общем, принцип такой же. Получаем белое чистое полотно, на которое через значок плюс добавляем разный контент. О, открылось. Чудесно. Значит, все нормально. Замечательно. Ну, смотрите, что можно добавить. Фотографии, тексты, интерактивные кнопки, видео разного рода галереи. Тут трех типов есть. PhotoGrid, GlideShow и SplitLayout. Просто щелкаем и смотрим, как это все работает. Тут сложно как-то описывать. Где-то одна большая фотография, несколько маленьких, как фото галерея. Где-то одна большая фотография, на ней текстовая надпись. А где-то две колонки. Там с одной стороны текст, с другой стороны фотография. Замечательно. Значит, все в порядке. Сервисом я зря беспокоилась. Ну, давайте смотреть. Вот пример такого необычного расположения фотографии. Фотография, как мы привыкли на весь экран. И надпись прямо поверх нее. Причем здесь она анимирована. То есть фотография уезжает, а надпись может оставаться на месте. Необычного такого вида анимации. Можно вот так сделать фотографии, расположить. Причем они кликабельные. Можно по ним щелкать и открывать. Это все мои собственные фотоснимки, которые я делала при посещении этого музея. На основе этого и сделан был LongCrit. Фотографии загружаем через кнопку Upload Photo. Дополнительно можно сконнектиться с Google Диском, оттуда что-то загрузить. Или из других сервисов. Вот список сервисов с правой стороны. А дальше их располагают в красивом порядке. Сервис тоже больше ориентирован на визуальное. Поэтому здесь особо проработан как раз вариант с фотографиями. И с текстами не так все радужно. Но вот, пожалуйста, текст. Здесь можно заголовок тоже сделать. И основной текст сделать. Собственно, на этом все. Внутри текста гиперссылку добавить. Пожалуй, на этом все. Что еще? Здесь есть варианты оформления. То есть не просто белую простыню оставляем, а можно какой-то красивый фон выбрать. Вот варианты фонового оформления и шрифтового оформления с правой стороны списочком. Их не очень много, но можно поэкспериментировать. Есть серьезные варианты, есть такие красивые винтажные, есть несерьезные. Щелкаем, и тут же все меняется на слайдах. Вернее, не на слайдах, а фон меняется, и мы уже выбираем, что нам больше понравилось. Давайте посмотрим авангардный сервис, сервис ReadyMac. Это сервис тоже для создания интересных, необычных мультимедийных объектов. Так условно я назову это все. В таких публикациях огромное количество можно пристроить ресурсов. Тексты, фотографии, аудио, видео, слайд-шоу, контенты соцсетей, интерактивные горячие точки и горячие метки, к которым ссылки крепятся. Сами ссылки можно встроить. Встраиваемые объекты, карты, опросы. Огромное количество всего-всего-всего. И очень жаль, что бесплатно можно создать только один проект. Здесь можно создавать обычные презентации из 10 слайдов, а можно создать действительно вот такую публикацию длинную с разными интересными эффектами. Вот я вам примерчик шаблона отправила. Можно создавать все с нуля, и просто будет белый лист, и на нем выстраивать что-то. А можно взять шаблон за основу. И шаблоны очень интересные здесь, необычные. Вот я вам пример шаблончика дала. Там уже информация, по-моему, об освоении Марса. Там интересная анимация, там интересные шрифты переезжают. Ну вот листаете и удивляетесь, сколько там всего интересного. Здесь шаблоны по категориям рассортированы. Можно просто щелкать и смотреть, что здесь вообще есть, и что там можно создать. Начинаешь удивляться тому, как много здесь возможностей. Вот именно в плане необычности авангарда. Если вы любитель чего-то необычного, то вот, пожалуйста. Я вам покажу две публикации. Одна из них – это публикация музея «Фонтанный дом» в Петербурге имени Ахматовой про Иосифа Бродского. Она сделана в формате традиционном, как мы привыкли это все видеть из предыдущих примеров. Щелкаем по кнопочке «Путешествие», она открывается, и мы можем просто читать текст, смотреть фотографии. А если мы хотим чего-то необычного, то вот, пожалуйста, статья называется «Авангард в театре XX века». И здесь действительно пример, вот самый необычный пример из сегодняшней подборки. Посмотрите на шрифт, посмотрите на анимацию, посмотрите, как там все появляется, исчезает, открывается. Может быть, для кого-то покажется, что это немножко, грубо говоря, алябисто, что там, допустим, не так чинно и строго, как хотелось бы. Ну, это тема «Авангард». Поэтому, если вы хотите создать нечто вот такое, то ни один сервис, кроме ReadyMac, такой возможности не даст. Здесь вот именно уклон идет на то, чтобы удивить чем-то необычным. И сделано это все на основе шаблонов, я думаю. Ну, давайте смотреть, как это изнутри смотрится. Открываем любой шаблон. Шаблон я вот взяла там, связанный более-менее с литературой, с книгой. Нашла вот готовый шаблон. Здесь уже какой-то текст есть, фотографии вставлены, вот, анимация настроена. С левой стороны есть значок «плюс». Если нажать, открывается список всех возможностей. Я их вам уже перечислила. Здесь по иконочкам можно догадаться, что есть что. Если сложно, можно в Google Переводчики перевести. Так будет немножко попроще. С правой стороны есть кнопочка с анимацией. Вот она синенькая сейчас нажата. Можно любой объект анимировать, чтобы он там выезжал, выплывал, открывался и тому подобное. Стираем содержимое, вписываем свой текст, например, добавляем свои картинки. Можно дополнительно анимации поиграть, настроить, выбрать шрифт необычный. Собственно, возможностей здесь достаточно много. Всего не перечислить. И тут действительно надо покружаться, изучать, но, в общем, довольно интересная работа. Сервис постоянно развивается и постоянно все новые и новые возможности у него открываются. Так что советую для любителей чего-то необычного. Ну, давайте к более традиционным форматам пойдем. Возвратимся опять к бесплатному инструменту. Называется он «Sway» или «Sway». По-разному слышала. Сервис, который создала компания Microsoft. Для того, чтобы в нем работать, нужно иметь учетную запись Microsoft. Ну, если у вас есть компьютер с Microsoft, с Windows, то эта учетная запись у вас, в общем-то, должна быть. Если нет, то не вопрос, можно зарегистрироваться прямо на самом сервисе и ее получить. Нажимаем кнопочку «Начало работы». Здесь все на русском языке, поэтому здесь очень-очень все просто. Это интересный сервис, потому что он умеет создавать, вот как мы обычным вариантом смотрели, на белой простыне разные блоки размещать. Так, и он делает из презентаций лонкриды. Если у вас есть готовая PowerPoint-презентация, загружаем ее через кнопку «Начать с документа», и он из этой презентации сделает лонкрид. Выделит оттуда заголовки, фотографии, тексты и расставит их вот сверху вниз. Ну, давайте смотреть, как у меня это получилось. Я просто взяла презентацию, которая у меня на тот момент была под рукой про мобильные устройства. Он мне вот так это все оформил. Если мне не нравится оформление, я могу всегда что-то стереть, что-то добавить. И с правой стороны есть список разных вариантов оформления. Можно смотреть этот лонкрид по вертикали, по горизонтали, как слайды, как презентацию. Дополнительно разные варианты оформления. Шрифт, цвет. Просто щелкаем и смотрим, как все меняется. Сервис как раз создан для того, чтобы экономить время. Создатели так и говорят. Это не убийца PowerPoint. Это просто один интересный инструмент, который позволяет быстро что-то опубликовать в интернете в условиях ограниченности времени, но чтобы это было быстро и красиво. Вот. Для этого он и существует. Поэтому здесь особой редакторской правки не нужно. Просто выбираем шаблон и смотрим. Если мы начинаем с нуля, то можно переключиться во вкладку «История». И тогда мы видим, что сюда добавляется контент с помощью плюсика. И каждый новый кубик будет в виде такой карточки. Карточка с текстом, карточка с изображением, карточка может быть с разным контентом. Ну, например, медиаконтент. Самое интересное, что здесь есть, называется это «Мультимедиа». Вот я пощелкала и открылось, что здесь можно добавить картинки, видео, звук, встраиваемые объекты. Практически любые презентации, игры, викторины, все, что хотите. А еще интересный раздел «Группировка» есть. Если у вас много фотографий, вам предлагают разные слайд-шоу в виде сетки, в виде слайдера. Помните сравнение, что было, что стало? Здесь тоже это есть. Ряд. Это как карточки будут интересно перелистываться, как колода карт. Одна поверх другой будет вылетать. Ну и обычный слайд-шоу, которое стрелочками листается. Тоже много интересного и необычного. И самое главное, все на русском языке. Причем здесь еще есть справочная служба, если вы запутались в сервисе и нужна помощь. Ссылка на справку у меня есть внутри самой презентации. В справочной службе вот такие вот скриншотики, где все подписано. Что есть, что. Куда нажимать, что появится, что можно сделать и так далее. Мы можем увидеть, что здесь есть опция совместной работы. И мы можем пригласить людей для просмотра и для изменения. Ну вот, в частности, для изменения, чтобы совместно с ними что-то делать. Получить код, ссылку и устроить это на странице сайта и блога. Быстро, просто, бесплатно. Без ограничений каких-либо. Все абсолютно бесплатно. Более того, если у вас установлена Windows 10 на компьютере, вы можете в свои программы заглянуть, и вдруг у вас там есть программа Свай. Она еще существует как программа, то есть без подключения к интернету. Вы можете с ней работать. В режиме даже оффлайновой. Вот в таком. Правда, чтобы опубликоваться, все равно придется выйти в интернет. Но вот такая опция есть. Если у вас есть такая программка, можно в ней поработать. И напоследок, самое вкусненькое оставила, это сервис Tilda. Ну уж, о нем наверняка все слышали, а может быть и работали. Я много ссылок вам приготовила про разных писателей. Вот, пожалуйста. Можете любую открыть, посмотреть. Tilda – это вообще сервис для создания сайтов. Вот сайт, который Директ Академия, он как раз создан на платформе Tilda. Таких сайтов сейчас очень много и считается, что это один из самых интересных сервисов на сегодняшний момент русскоязычных, с хорошими возможностями, которые умеют делать практически все. Бесплатно мы можем создать здесь 50 публикаций. То есть вот таких лонгридов мы можем создать 50 штук в бесплатном тарифе. Когда вы только впервые здесь зарегистрированы, вам дается возможность попробовать все инструменты в течение месяца. То есть вот весь огромный списочек, который с левой стороны у меня сейчас открыт, это еще не все. Все не поместилось на слайд. Вот это все возможности сервиса. А внутри, если пощелкать, то откроется по каждому пункту еще несколько вариаций. Допустим, выбираем меню, вверху такая плашечка, вам открывается 5-10 шаблонов. Например, видео, вам открывается 10 вариантов оформления этого видео. То есть огромная работа проделана здесь, конечно, для этого сервиса. Очень интересно все. Здесь есть готовые шаблоны. Лучше, если вы начнете, это взять, конечно, шаблон. Потому что можно с нуля, но это достаточно для не дизайнеров, для не программистов, достаточно трудоемкий процесс, сложно будет подняться прямо с нуля. Можно для начала попробовать шаблонов. Шаблоны здесь все рассортированы. Самое интересное в разделе события мне показать. По крайней мере, я когда делала сайт, я оттуда брала. Мне вот нравится, например, шаблоны, которые называются, которые мероприятия. Это если для библиотечного какого-то мероприятия. Можно пощелкать, допустим, и в бизнесе что-то найти похожее, и в блоге. Правда, блог там своеобразная платформа немножко. В общем, можно щелкать все шаблоны, выбирать, что вам нравится по оформлению, по анимации и так далее. Внутри все можно менять. Если какой-то блок не нравится, его можно удалить, добавить то, что нравится. Выбираем шаблончик, ну а дальше начинаем работать. Там все по блокам уже расписано. Щелкаем по блоку. У каждого блока две кнопки – настройка и контент. Настройка – это оформление. Контент – это то, что внутри. Ну, например, контент. Настройки пока не трогаем. Мы на чинашке пока. Давайте по контенту пройдемся. Вот текст какой-то, вот картинка. Стираем текст, пишем свой. Картинку меняем. Дополнительно текст можно красиво оформить. Выбрать шрифт, выбрать размер, ссылочки добавить, маркированные списки. Здесь огромное количество возможностей для форматирования. Загружаем, нажимаем «Сохранить-закрыть». Все это у нас тут же сохраняется. Если мы хотим по-своему все переделать, нажимаем еще «Настройки». На стройках настраивается все. Каждая буковка. Расстояние между строчками, цвет иконок, цвет, расстояние между блоками в пикселях, сколько колонок будет на экране и так далее. Здесь, конечно, работа кропотливая, но очень интересная. Сохраняем, переходим к следующему блоку. Значок «плюсик» позволяет новый блок добавить. Здесь все как в предыдущих сервисах. Все то же самое. Ну, давайте смотреть про настройки. Ну, вот то, что я вам говорила. Настройки выравнивать можно по центру, справа, слева. Эффект при скролле. Ну, скролл, когда мы мышкой крутим, можно анимацию добавить. Вообще по умолчанию, допустим, без эффекта, но вы можете красиво, чтобы там всплывали картинки, выезжали и так далее. Дальше. Высота какого-то блока, цвет фильтра. То есть сделать картинку прозрачной или непрозрачной, или фильтр добавить. В общем, здесь огромное количество настроек. Всего не перечислить. На самом сайте, на самом сервисе есть огромный справочный центр. Там по каждому пункту плана подробная история. Рассказывается как, что и где. Поэтому это все очень безумно интересно. И если вы хотите что-то грандиозное создать, то вот, пожалуйста, вариант. Эти 50 публикаций вы можете объединить в один сайт, но можете отдельными страничками делиться. Это с своими читателями. После того, как мы все это создали, опубликовали, нам показывают, как это все будет выглядеть. Это я скриншот сделала со своего курса. У меня курс, о котором мы говорили чуть выше, выглядит так на тильте. Заглянем немножко внутрь. Мы можем нажать на кнопку, открыть страницу, сразу посмотреть, как это все выглядит. А напоследок мы можем еще адрес придумать в своей публикации. То есть по умолчанию там будет тильда vs. А вот то, что у меня подчеркнуто, IT-лайбрэри, это мой собственный адрес, который я придумала. Вы сюда можете написать, допустим, у вас история про Пушкина, написать сюда английскими буквами, латиницей, пушкин.тильда vs. И вот у вас будет свой собственный такой адрес вашей публикации. Далее мы можем тут красиво оформить пейджик сделать, красивую фотографию, как обложку. Самое интересное, что эту публикацию можно на сайт и в блог себе пристроить даже. Можно так отдельно смотреть, как сайт, а можно у себя внутри сайта это все пристроить. Сохраняем, публикуем, радуем читателей. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать об этом сервисе. Ну и последнее, как использовать лонкред, я думаю, у вас уже много идей возникло, как это можно использовать. Не только электронные публикации, создавать описателя в поэтах, земляках, но и делать всякие виртуальные экскурсии. Можно проектной деятельностью заниматься и результаты публиковать ее. Можно отчеты и портфолио даже такие красивые делать, а вдруг пригодится. Вот на этом, пожалуй, моя история про истории закончилась. Я увидела два вопроса. Существуют ли специальные онлайн-сервисы для создания лонкредов? Ага, спасибо, все понятно. Ну, отлично. Вот я как раз и выбрала сервисы, которые можно использовать как раз для создания лонкредов. О них и рассказала. Если какие-то вопросы еще есть, я готова ответить. В документах сама презентация есть, и все ссылочки, которыми я сегодня делилась, там тоже есть. В тот случай, если вы что-то потеряли или не успели открыть и посмотреть, то, пожалуйста, можно скачать и использовать. Как всегда, мои координаты. Следующий вебинар будет теперь уже не скоро, в конце декабря, поскольку сейчас у меня будет онлайн-курс, и я буду занята на курсе. Следующий вебинар мы увидимся уже 22 декабря, если я ничего не путаю. Вот если было интересно, то приходите и на следующие встречи, надеюсь, что тоже будет неплохо. Ну, пожалуй, раз вопросов нет, спасибо большое за добрые слова. Конечно же, как всегда, очень приятно читать, слушать, видеть. Ну и так, вопросы. Что порекомендуете для записи видеоинструкции с экрана? Видеоинструкции. Ну, немножко не по сегодняшней теме вопрос, но есть такой хороший сервис iSpring, называется он FreeCam для скринкастов, видеоинструкции. Вот это бесплатная программка, которую можно скачать, установить себе на компьютер, и она бесплатно записывает видеоинструкции с экрана. iSpring FreeCam. Сейчас я прекращу вещание, напишу вам в чате, если вам нужно, как она правильно пишется, чтобы быстрее найти. Я ей пользуюсь. Если мы работаем с аудиторией, то через ссылку. Не совсем поняла вопрос. С всеми этими готовыми продуктами можно делиться через ссылку, а можно встроить на сайт и влог. Если я неправильно что-то поняла, то расшифруйте вопрос про аудиторию. Я тогда в чате уже почитаю и отвечу в чате. Еще вопрос. Да, сейчас напишу про iSpring FreeCam. Ну, все тогда. Спасибо большое за внимание. Если вопросов больше нет, тогда будем прощаться. До следующих встреч.